Ох, какой у нас красавец! Посмотрите, мы начинаем, между прочим, ночью. Ой, какой он красивый! У нас прям под Хэллоуином, а? Молодца! Механик! Механик! Где ты? Быстро ремонтируем! Ёлки-ты-палки! Мы ж разобьёмся нафиг! Господи! Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители! Я рад вас приветствовать! С вами Родригес, мы продолжаем играть в Бомбер Кру, проходить наши испытания, и мы сегодня будем смотреть новые достижения, которые у нас появились в прошлой серии. Мы заработали 5200 золотых монеток, 1000 опыта вроде бы как получили, да, и, соответственно, у нас есть возможность экипировать экипаж, пройти, что-то у нас в обучении ещё есть, можем их обучить, ну, а также воздушное судно, какие-то нам фишечки появились. Друзья, если вам нравится Бомбер Кру, то прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы приходили вам уведомления о следующей серии. Ну и что ж, давайте будем начинать, мистер Кроуфорд, у тебя что у нас? Они, кстати, у нас практически все пилоты качнули третий уровень, это очень-очень круто. Так, у нас есть возможность сейчас их подадить, базовый лётный набор. Кстати, давайте возьмём базовый лётный наборчик, 50 на него, например, давайте на пилота мы сейчас потратимся побольше, прям ему накидаем, чтобы... О, шлем можно ему нормально сделать, так, шлем, шлем, шлем. А, кстати, мы же хотели движок купить, давайте самое, наверное, важное мы сейчас сделаем, я сейчас экипировать, наверное, не буду наших бойцов, потому что это, конечно же, очень-очень важно, мы обязательно этим займёмся, но я прежде всего, наверное, должен сейчас посмотреть, что у нас есть в воздушном с нашим судном, нашим замечательным самолётом. Так, внешний вид, базовая расцветочка, базовая расцветка, у нас тыквенная приправа, о, ху-ху, ничего, окрасик нормальный. Так, цвет морской волны, это у нас был такой окрас, оливково-серый цвет у нас в данный момент сейчас находится, тыквенная приправа. Ну, конечно же, давайте возьмём тыквенную приправу, почему бы нет, это будет замечательно, у нас будет, наверное, такой рыжий цвет, я не знаю, насколько это будет эффективно. О, летучая мышь-вампир у нас появилась, вау, типа Бэтмена мы будем, да? Тыквенная приправа, о, Хэллоуину, само то, ребята, Хэллоуину. А, вот у нас ещё тыквенная приправа-то вышла, это же в честь Хэллоуина, дорогие друзья, вот оно что. Ну, давайте возьмём, раз такое дело, везде у нас будет Хэллоуин, везде будут тыковки у нас, так, и здесь, естественно, тыковки мы заменим, просто весь будет самолёт в тыквах, абсолютно весь. Так, текст мы менять не будем, двигатель, давайте посмотрим двигатель, внешний левый борт, внутренний левый борт, внешний левый борт, внутренний борт, правый борт, ну и, соответственно, так. Так, ага, нам бы, что бы сейчас купить, что бы нам сейчас купить, давайте посмотрим, какие цены здесь есть, 1700, ничего себе здесь цены серьёзные. Так, мы можем, кстати, прикупить хотя бы два. Ну, давайте внутренний, внутренний левый борт, я не знаю, какой у нас лучше, либо левый, либо правый, там без разницы, наверное. Давайте возьмём кого-нибудь, и мы сейчас, окей, давайте вот так мы сделаем, всё, 1750 мы тратим. Я трачу на двигатель денежки для того, чтобы нам потом прокачать самолёт, на него навешать можно брони побольше. Вот что, зачем я это делаю. Ну, а также я хочу сейчас, важно для меня это сделать, турельки. Верхняя турель, я хочу её тоже модернизировать, и мы на неё потратим 1600. Она у нас будет МК-2, и она у нас должна установить это оборудование, вы превысите допустимый вес бомбардировщика. Улучшите двигатели, чтобы увеличить предельный вес. Так, ладно, если мы здесь улучшились, давайте сразу тогда и правый борт улучшим, чтобы у нас не был бы он однобокий. 1750, почему у нас не хватает денег, подожди, подожди, подожди. Встановив это оборудование, вы превысите допустимый вес бомбардировщика, улучшите двигатели, чтобы увеличить предельный вес. Какие нам ещё двигатели можно улучшить? Что такое облегчённый фюзеляж, оснащён не очень толстой бронёй, но зато лёгкий, как пёрышко. Облегчённый фюзеляж. Ух ты, фюзеляж можно за 100 баксов, за 100 сделать. Ну, давайте сделаем. В принципе, там мы не знаю даже, насколько это хорошо. Так, окей, так, а что мы ещё сделаем? Я вот не могу с двигателем как бы разобраться, да? Мы пытаемся поставить на него новый движок, но нам говорят, что превысит, превышает это... Нет, сейчас сработало. Сейчас сработало, может быть я что-то не то нажимал, не знаю, может она баганула. Так, всё, два двигателя мы сделали. Два двигателя мы... У нас 1500 осталось, всё, не хватает немножечко. 1500 у нас есть, к сожалению, не хватает чуть-чуть. Эх, жаль, жаль, жаль. Так, ну что, я, наверное, тратить основные деньги тогда не буду. Давайте мы так отправимся, заработаем сейчас ещё деньжат. И, соответственно, нам предоставится возможность... Ух, какой у нас красавчик-то самолёт. Просто необыкновенно красивый стал. Так, мистер Крауфорд, прыгаем, авиапике. Здесь я не понимаю, это можно ускорять как-то? Давайте мы сейчас выберем, наверное, обучение. Тут выберите умение, чтобы получить более подробную информацию. Давайте мы выполнять аварийное пике, чтобы потушить двигатели. Или быстро спуститесь ниже. Так, автоматически даёт приказ остальным членам экипажа прыгнуть с самолёта с парашютами. Выполняйте аварийную посадку. Аварийное приземление. Ну, давайте возьмём, я не знаю, как-то нужно, наверное, вот так выбирать, да? Дальше, возьмём следующий механик. Что у нас может механик? Выберите, экономит топливо за счёт обеденной топливной смеси. Обеденной, я в прошлый раз, наверное, прочитал. Повышает скорость благодаря обогащённой топливной смеси. Повышает скорость. Давайте мы сделаем, наверное, экономит топливо. Экономит топливо. Я выбираю вот это. Дальше. У остальных есть какие-нибудь навыки? О, у нас, значит, радист. Радио для обнаружения предстоящих опасностей точки будет отмечено на карте штурмана. Дальше. Фокусировка. Повышает фокусировку прицеливания. Берём. Дальше, следующее. Это тоже повышает фокусировку. И у нас бомбардир, к сожалению, у неё ничего нет. Хотя тут можно, подождите, можно чего-то их обучить. Наверное, дополнительные навыки откроются скоро. У остальных нет никаких навыков. А вот бомбардир почему-то отличается. У неё тут есть. Дополнительные навыки. Выберите умение, чтобы получить более подробную информацию. Основной навык бомбардир. Пулемётчик, типа, он может быть дополнительный навык. Пулемётчика, конечно же. Давайте сделаем пулемётчика, чтобы у нас он иногда может здорово стрелять. Так, бомбардир у нас может ещё и быть и пулемётчиком. Ну всё, друзья. Я предлагаю тогда отправляться дальше и попытаться выполнить следующие моменты. Кстати, я помню ещё что-то мы с опытом хотели сделать. Какой-то опыт я хотел как-то применить, но я не помню. Уже в прошлой серии, наверное, что-то запамятовал. Так, ну что ж, давайте просто начнём инструктаж и отправимся сейчас на задание. Оу, так, у нас ещё есть какое-то крутое задание. Подождите, это что-то прям вообще лютое, лютое. Нет, подожди, 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 нам это не надо. Нам пока это не нужно. Нам нужно вот, вот это вот выполнить. Моторный завод в Зебрюге. Так, наша разведка обнаружила один из вражеских моторных заводов в Бельгии. Разрушим его в пух и прах. Конечно, конечно. Ох, какой у нас красавец. Посмотрите, мы начинаем, между прочим, ночью. Ой, какой он красивый. У нас прям под Хэллоуину, да? Молодца. Так, ну всё, давайте будем начинать. Так, я попробую сейчас пользоваться. У нас здесь есть, если зажать левый Ctrl, левый Shift. Тут быстрые клавиши я где-то нашёл, но всё у нас на английском. Я попробую сейчас. Так, перезарядочка, например, у нас идёт. Нет, ты у нас иди-ка на вот сюда. Нет, дружище, это не тебе. Это вот я, например, могу нажать на кого-нибудь, и мы можем перезарядку. На R нажимаем, быстро перезарядка у пулемётчика. Так, всё, взлёт, полетели. То есть здесь ещё есть у нас... Нам сообщают о вражеском асе Феликс Феддер, который был замечен неподалёку. Ох, сложно здесь иногда бывает, друзья. Я надеюсь, вы меня поддержите лайком, потому что иногда бывает очень-очень жёстко, очень жёстко. Так, выбираем. Выбираем, сразу летим вот сюда. Сразу летим вот сюда. Так, если мы нажмём Ctrl, это у нас типа Slow-Mo замедление произойдёт. То есть можно на Slow-Mo. Shift, это у нас быстро, сразу в кабину могу переместиться. Так, F, это у нас в кровать накинуть, кого-нибудь отправить. P, это сразу пилота выбрать, да? Не знаю, вроде бы да. Фокусировка у нас ещё есть, у него навык появился. Ух ты, фокусировочка. Так, у каждого есть свои фишечки, свои навыки. Это прекрасно. Каждого можно прокачивать, и он может у нас быть всё круче и круче, наша команда. Главное, мы не хотим никого терять. Это наша основная задача. Так, и бомбардировщика я, естественно, отправлю вот сюда. Бомбардиром. Давайте сразу же откроем створки, выберем. Бомбардиру нужно сразу же быть готовым, чтобы створочки были открыты. И... Так, мы залетели... Так, ориентируемся в облаках. А, раннее утро, нормально. Я думал, сейчас в облаках они забурятся. Нет, нормально. Так, пилот. Какой-то нам сказали, за нами будет следить пилот. Нам радар показывает вражеские цели с зелёными точками. Так... Где? Позволяет обнаружить врагов намного легче. Держивайте контрол. Для замедления времени вы получите небольшой бонус за выполнение миссии без замедления времени. А, то есть ещё, если мы не будем замедляться... О-о-о-о-о-о-о-о-о, понеслась. Так... Тут у нас ещё один там был. Отмечаем всех. Всё. Попробуйте использовать навык вашего пулемётчика фокусировка. Включил фокусировку. Включил второго фокусировку. То есть у нас у обоих фокусировочка. Сработала. Так, вон ещё есть. Нам нужно их сначала сбить. Так, а бомбардир у нас что? Так, вон у нас цель. Давайте, ребята, я надеюсь, вы справитесь. Ну, плиз, сбрасываем. Сбрасываем, сбрасываем, сбрасываем. Так, а пилот, наверное, должен у нас был чуть ниже, да? Попали? Так, попали. Я так понимаю, мы попали. Подожди. Где, где, где? Улетаем, 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 улетаем. Бегом, наверное, у нас... Механик! Механик! Где ты? Быстро ремонтируем. Ремонт, 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 ремонт. Подрывайся, что ж ты сидишь-то? Ремонтируем. Так. Перезарядка. Ты ремонтируешь там или нет? Ёлки-ты-палки! Мы же разобьемся нафиг! Я в шоке, конечно. Так, там, по-моему, пилот какой-то у нас. Господи! Что тут происходит? Они до сих пор его не сбили. Вот еще у нас... А, это у нас ас. Ас, которого... Фокусировка на него. Походу, мы сейчас сдохнем. У меня такое ощущение, что мы можем просто... Просто умереть от этого дела. Так, механик у нас вроде ремонтирует. Летим дальше. Мы куда вообще двигаемся? Так, вот сюда. Так, что у нас еще происходит? Фух, так. Так, 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 ну что там? Сработали у нас вроде нормально? Или нет? Система подачи кислорода вышла из строя. Система подачи кислорода вышла из строя, друзья. Так, кто у нас отремонтирует светоделом? Что еще тут можно отремонтировать? Так, закрылки. Закрыт створки. Вернее, закрыт створочки. Наш бомбардировщик должен занять вот эту позицию. Пилот у нас перемещается и... Сейчас должен нам, наверное, вот сюда, наверное, сесть. Все мы уже подлетели. Фух, садимся. Механик. Механик у нас все это время. Что-то потупливает немножко. Ну ладно. Так, шасси я выставил. Шасси мы выставили. Разворачиваемся, садимся. Возвращайтесь на базу, нам вообще-то вон туда. Так, пилот, куда у нас... Куда у нас летит пилот? А, ребята. А, все нормально. Это нужно... Так он далеко решил отлететь, да? Механика мы, наверное, должны как-то... Посадить сюда. Все, ты починил? Вперед, залетай. Самолет садись. Ох, какой у нас он потрепанный. Но какой он красивый, ребята. Самолет прекрасный. Классный. Просто потрясающий. Так, сейчас сядем. Нормально, все. Так, шасси я сделал. Что еще? У меня все время такое, знаете, как будто что-то забыл. Здесь столько всего надо помнить и моментально нужно ориентироваться. Так, ну, надеюсь... Надеюсь, мы пилоса убили. Вроде бы в этой суматохе я думаю, что мы его грохнули и, соответственно, выполнили задание. Это классно. Вернулся, вернулся, вернулся и вернулся. К сожалению, мы не сбили этого Феликса. Мне показалось, что мы его грохнули. Там была такая заварушка. Но неплохо. Мы все равно прокачались... Качнулись практически все на четвертый уровень, кроме у нас механика и бомбардировщика. Это классно. Кстати, их навыки тоже прокачиваются. Между прочим, я тут смотрю. Появились у нас штопор. Новые возможности. Так, сводка новых навыков. Штопор. Используется штопор. Подходящий момент, чтобы уклониться от огня противника. Коррекция курса. Ставить ваш маркер. Навигация на карте штурмана. Так, улучшение воздушного судна. Улучшение воздушного судна. У нас турели появились. МК плюс автоматическая подача. О, стеллаж на два места для экипировки. Для выживания на море. Наш самолет готов к бою. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Так, взлет. Сразу же полетели. Бойцы. Ну что ж. Я сделал бронированный фюзеляш. Вот первую часть, так скажем, бронированный двигатель поставил. Немножко их забронировал, так скажем. И, соответственно, я сделал еще корпус более бронированный. Вот таким вот образом. Так что надеюсь, что все будет прекрасно. Все будет прекрасно. Припасы нужно сбрасывать с малой высоты. Замечательно. Давай сразу бомбардиром переместим вниз. Переместим вниз. Так, припасы. Открыть створки. И припасы. Как только будем подлетать, я сразу же, конечно же, открою створочки. И мы приготовим припасы, которые нам нужно будет скинуть для выживших. Но по пути невероятно может у нас навалиться огромное количество различных врагов. Это прям вот как пить дать. И я думаю, что по-любому, по-любому они будут. И их будет очень много. Кстати, мы пролетаем над каким-то городом. И обратите внимание, сколько здесь домища. Домищ-то, а? Сколько? Здесь прямо речка проходит по центру города. Ну, все очень довольно схематично, конечно, сделано. Но очень приятно. Очень интересно наблюдать с такой высоты. Система подачи кислорода начинает сбой. Отправьте кого-нибудь выполнить ремонт. Так, а что у нас произошло? Подождите. У нас только все. У нас еще вообще-то ничего не... Никто по нам не стрелял. Какой сбой? Вы что? Что случилось? Подожди, сбой какой-то у нас. Вот это прикол, конечно. Вот это интересно. Так. Ладно. Летим дальше. С кислородом у нас какие-то проблемы. Но при вылете, наверное, бывают такие ситуации. В самолете может всякое произойти. Так что будем готовы. Так, открываем створки. Вон они, припасы. Уже их видно. Механик практически готов сейчас отремонтировать все это дело. Так, прилетаем, прилетаем чуть-чуть поближе. Давайте вот так. Опа. Все. Так, у нас что-то еще сломалось? Да что ж такое? Подожди, мы еще не начали биться. Уже все ломается. Сбрасываем припасы. И сразу же нашего бойца. Так, пулеметчики где? Ой-ой-ой, ну все, понеслась. Где же вы? Черт подери. Так, отметили. Нам сразу же туда. Пулеметчики, фокусировка у одного. У второго тоже фокусировка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что там творится? Так, бомбардир. Тоже на пулемет. Садись. Так, что-то случилось. Опять. У нас... Не вступили в бой. У нас было две поломки. Ну а сейчас-то что? Третья какая-то поломка у нас произошла. Сейчас нас грохнут, а? Так, ребята, давайте отбивайтесь уже. Вы втроем на пулеметах. Трое на пулеметах. Вон еще у нас трое. Три самолета еще летят. Не много ли? Четыре. Здесь еще четыре. Да вы что? Смеетесь? Это же ужас. Так, их отметили. Всех отметили. Кого-то мы не отметили, по-моему. Так, механик у нас только успевает ремонтировать, бегать по самолету. Ай-яй-яй-яй, ну! Пулеметчики! Быстро! Так, че дальше? Так, родные, но... Так, ты сходил за припасами, нет? Всех же отправил за припасами. Так, наша задача. Мы вроде бы скинули все цели, все цели выполнили. Нужно теперь зачистить местность. Нам нужно просто сейчас всех убивать. Вы представляете? Какая-то сложная и непростая работа, но мы с этим вроде как немножечко, я так подозреваем. Возможно, справимся, да. Еще убили. Так, курсируем здесь. Очень жестко все. Все очень жестко. Так, бойцы. На перезарядку подходим. В принципе, валим, 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 валим. Так, у нас там какие-то снимки можно сделать. Полетели. Дополнительные деньги. Клавиша F для быстрого отправить член экипажа в лечебный. Так, кого у нас ранили? Так, пока затеща. Давайте припасы берите. Так, у нас кого-то ранили сильно. Нет, можно механика отправить немножко полежать. Ага, мы пролетаем, над. Сделать снимок, подожди. Там нужно какой-то снимок, где нужно было сделать. Мы летели к этому моменту же. Снимок там нужно было сделать. Где? Возвращайтесь на базу. Все, что ли? Снимок можно сделать где-нибудь, а? Фух, вот это была бойня, друзья. Вот это была настоящая бойня. Вон он, снимок. Давайте, давайте быстренько, быстренько, быстренько делаем снимочек. Бомбардир у нас готов. Так, делаем снимок. Пролетаем. Хороший снимок, 100% или просто сделать снимок. Так, надеюсь, сейчас нас, пока мы тут снимки... Будем делать, не налетят у нас тут? Сделали снимок, нет? Так, вроде бы сфотали, все нормально. Все, домой. 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 Так, пошла жара. Еще двое нарисовались. Откуда вы нарисовались, а? Мы долетим домой или нет, а? Мы же должны долететь. Фокусировка. Всем фокусировку. Летим домой. Так, кто-то справа, наверное, нет? Я думаю, вы должны этих двоих прикончить. Назначный. Они уже дымятся. Они уже дымятся. Давай, добей их. Так, заранее перезарядитесь заранее. Молодцы. Перезарядочку. Здесь тоже надо бы сделать. И можно уже приближаться, наверное, на нашу базу. Мы сбросили припасы, мы зачистили местность от врагов. А врагов здесь было немало. Наш самолет пробит. Ну, в принципе, да, он, конечно, весь в дырочку. Как решетоном мы летим. Мы летим, и у нас есть шансы еще при этом приземлиться. Я надеюсь, у нас это получится. Так. Есть еще. Враги. Мы готовы с ними биться. Если есть, будем биться до конца, до самой смерти. Подлетаем. Так, где у нас радар? Вот уже, вот уже прям рядышком. Здорово, здорово. Так. Это было все дело ночью. Кстати, нам бы надо закрыть створки. Давайте мы их закроем, створочки. Все, створки закрыли. Теперь нам нужно удачно приземлиться. Приземляемся. И нужно выпускать будет шасси. Сделаем круг. Правильно зайдем в нужной траектории и приземлимся. В принципе, сделали большущее дело. Большущее дело. И заработаем, наверное, очень приличные деньги. Впереди Лондон. В смысле Лондон. Где-то там Лондон, он говорит. Так, мы точно туда летим? Да, надеюсь, да. Облетаем совершенно с другой стороны. Ну что, ребята? Как вам сегодня окрас новый? Хэллоуина. Хэллоуинчик. Что-то пилот мудрит у нас, по-моему, а? Чего он летает-то так? Как-то странно. Я вам скажу. Странновато. А нет, он залетел. Посмотрите, нормально. Так, выпустить шасси. Выпускаем шасси. Красиво садимся. И, надеюсь, да. Фух, да. Особых потерь. Ну, как сказать, потерь у нас нет, слава богу. Но особых ранений. Я вот вижу, что пилот немножко у нас ранили. И Янга у нас пулеметчики немного пострадали. Но им-то сам бог велел. Ну, и, кстати, перед вылетом я модернизировал. Я сделал броню. Броню на нашем самолете получше. В итоге вот все обошлось, так скажем, да. Так, задание выполнено. Успех, успех, успех. Отсутствует бонус за использование замедления времени. Кстати, бонусы мы использовали. Не использовали замедление времени. Дополнительные разведывательные снимки мы сделали и заработали приличные деньги. Приличные денежки. Статус членов экипажа. Так, кто у нас тут прокачается? Следующий. Вернулся, вернулся, вернулся. Все вернулись. Все рады. Наверное, четвертый уровень уже, наверное, все качнут. Я надеюсь, да. Так, бомбардир у нас качает механик. Странно. Он столько ремонтировал. Почему он не качнул четвертый уровень? Я не понимаю. Это странно. Так, все почти четвертого, кроме механика. Но механику я бы давно бы дал уже четвертый уровень. Так, у нас есть разведывательные снимки. Можно делать на средней высоте. Можно средней высоте снимка. Можно делать. Это хорошо. Ну, а также появились новые улучшения. Эти улучшения, друзья, мы разберем в следующей серии. Если вам нравится Bomber Crew, то обязательно прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы у нас впервые. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Всем удачи и успехов. С вами был Родригес и всем пока-пока.